итак друзья всем доброго дня сегодня у нас легкое пятничное видео и звучит оно так капремонт ну капитальный ремонт двигателя или контрактные двигатели у нас почему-то в стране сложилось такое неправильное как я считаю положение делал что легче купить контрактный двигатель и поставить его в свой автомобиль что это дешевле и лучше там и так далее и тому подобное давайте над этим вопросом сегодня подумаем смотрите еще со времен когда я работал на истошки я считал что капитальный ремонт двигателя если он делается не какими-то рукожопами он по-любому лучше чем контрактный двигатель сейчас я не буду брать каких-то там я не знаю автомобили лохматых годов когда до действительно там автомобиль стоит например 30 тысяч рублей а контрактный двигатель на него стоит 5000 рублей вы можете купить их там я не знаю две три штуки и каждую неделю менять этот двигатель и в принципе они могут еще работать сейчас я буду говорить про более-менее свежие автомобили буквально абсолютно всех марок я считаю что сейчас если современный мотор проходит 250 тысяч километров это уже хорошо конечно есть там примеры например там на логанах на солярисах когда люди там 300 400 500 там или 600 даже тысяч километров проезжает есть канал у человека солярис нам 600 уже по-моему чем-то тысяч проехал и в принципе ничего с автомобиль не делал но сейчас не в этом что будет если например вот ну катались вы я не знаю там 150 тысяч забыли там посмотреть масло или машин например у вас в аренде в такси водитель не смотрел про хлопал уровень масла и у вас двигатель ну там разбился да там умер или там провернул вкладыш или еще чем с ним произошло что с ним делать капиталить либо брать контракт капиталить я всегда считаю что это дороже но что делается у нас при капиталке есть таких три основных раздела первое это у нас грм 2 это привод грм ну и третье это поршневая группа сама это коленвал ну и блок то есть я это все вместе соединяю при капиталке вам если капиталка делается нормально они делаются абы как проверяют распределительные валы смотрят там на задиры и что с ними вообще произошло можно ли их устанавливать или нельзя устанавливать в каком они состоянии смотрят у вас фазовращатели если они есть либо просто звездочки не съел ли их от пробега смотрят у вас гидрокомпенсаторы либо толкатели смотрят клапана сальники клапанов смотрят саму головку блока не разбила ли ее далее смотрят приводы грм там либо цепь либо ремень и натяжные ролики то есть все это скажем так смотрится либо нужно ну как бы если нужно менять меняется обязательно далее самое важное это у нас поршневая группа поршни шатуны это кольца на поршнях это вкладыши коренные и шатунные то есть это все опять же дефектуется смотрится смотрится сам коленчатый вал то есть на задиры на трещины в шейках если особенно у вас заклинило например какой-то поршень он либо шлифуется там в ремонтные размеры либо его меняют потому что он ходить небо не будет и бывают они перегретые бывают синие если он синий это однозначно его выкидывать нужно потому что он уже перегретый может вас просто лопнуть в этом месте далее смотрится блок блоки вот они бывают сейчас неоднородные бывают блоки чугунные но это встречается у нас сейчас крайне редко чугунный блок это самое лучшее то есть его можно точить там в ремонтные размеры но много-много раз скажем так второе по надежности это идут блоки с чугунными гильзами они там толстостенные бывают тонкостенные они вливаются в алюминиевый блок там тоже есть ремонтные размеры либо можно эту гильзу убрать засунуть там свои колхозные но принципе методы уже обкатаны и третье это блоки полностью алюминиевые у которых там есть специальное напыление то есть и там бывает один ремонтный размер но если вы сделать второй ремонтный размер то уже ну как бы с этим блоком что делать то есть нужно либо его гильзовать не по технологии либо покупать новый шортблок и бывает такое что особенно турбированных моторах вот и сами движки это были у них растягивалась цепь ну либо сейчас на современных у них там ремень грм идет он растягивается либо рвется и поршни встречаются у нас с клапанами поршень бывает поворачивается в сторону куда-то до разбивает блок и этот блок уже практически не восстановить то есть но есть какие-то колхозные методы когда там ставится гильза да но это нужно прям доверять очень сильно мастеру чтобы он как-то правильно загильзовал а так уже покупается у нас шортблок это очень и очень дорого в любом случае как я считаю что если у вас движок не совсем там убитый да если там поршень у вас внутри там в блоке не провернула то капиталка она всегда будет лучше потому что если делает вам качественной конторы это будет качественнее вы сохраняете номер в птс сейчас зачастую на некоторых автомобилях не на всех но идут номера если вы меняете силовой агрегат у вас идет штамп в птс что вы заменили этот силовой агрегат для некоторых это просто как серпом по одному месту почему но смотрите покупает человек автомобиль под такси катается на ней 400 тысяч километров дальше скручивая до 150 и продает такой автомобиль сдирает нам все наклейки типа в такси ни разу не использовалась а если вы замените двигатель у вас будет отметка в птс что вы там ну за 40000 вас движок там совсем просто сдох в слюне и получается так что ну новый покупатель задаст вопрос а почему вы меняли двигатель ваш там 150 всего ну то есть для движка то это вроде мало ну появляются уже вопросы понимаете и многие ну как бы капиталит мотор чтобы не палиться ну и если хороший сервис он вам проверит все навесной как я уже говорил это и фазовращатели он проверит и опять же генератор и стартер и помпы ну там и так далее и тому подобное то есть вам мастер порекомендует это все заменить и в итоге у вас двигатель получается практически новый у него такой же огромный ресурс получается ну минимум там 200 250 тысяч вы прокатаетесь также на некоторые движки ну как бы мастера хорошие они могут их как бы модернизировать но например вот с корейскими моторами поставить например туда масло форсунки и в итоге он будет ходить там не 120 тысяч а 250 тысяч будет ходить без каких-либо проблем на заводских вот моторах до 2017 года масло форсунки не шли из-за этого они задирали все знают эту печальную историю с двухлитровыми моторами вот здесь вот у меня ссылочка можете перейти и посмотреть какие минусы по капремонту это дорого это примерно где-то в два в три раза дороже чем контрактный мотор но вот если брать час наших вас брать до капитальный ремонт ну где-то это будет 1090 стоит если взять какие-то японские моторы это там 200 250 тысяч может стоить ну возьмите двигательской активы попробуйте его про капиталис я думаю неприятно удивитесь ну в среднем у корейцев где-то там от 120 до там 180 тысяч рублей опять же я не беру сейчас официальных дилеров на что официальные дилеры могут загнуть вам цены просто катастрофические это долго почему долго потому что двигатель нужно снять его надо разобрать это нужно все дефектовать это нужно заказать новые запчасти это нужно все потом собрать блок расточить там гильзы и так далее и тому подобное это все затягивается бывает и на два месяца там бывает даже и на три месяца если какой-то двигатель очень и очень сложный и как я говорил не всегда возможны и целесообразно от капиталис мотор почему потому что вот как я говорил с двигателями csi если например поршень встретился с клапаном его провернул он разбил блок то покупать short блок а если при том что у вас скажем так автомобиль не свежий отдавать за short блок там 1200 но это не целесообразно легче вам купить контрактный двигатель из него уже что-то слепить или поставить его на свой автомобиль по контрактному двигателю какие плюсы это дешево ну сейчас 40-60 тысяч рублей практически на любой бренд можно купить контрактный двигатель если брать наши тазики то там вообще я где-то видел и объявление по 15 тысяч и по 10 тысяч есть движки опять же не беру лохматых годов каких-нибудь там дает 30-40 летних на которых движки на вообще тысяч по 5 по 10 могут стоить и это относительно быстро вот в интернете читал одну статью человек с москвы заказал контрактный двигатель за три дня ему привезли потом за три дня воткнули на ст и ушки этот движок и на седьмой день он просто уехал то есть за неделю все это сделали не нужно ждать там здесь два-три месяца я думаю все понятно по минусам вы по сути покупаете кота в мешке вы не знаете что это за движок как он эксплуатировался кем он эксплуатировался причем он скорее всего вас будет во всяких пломбах то есть разбирать вам будет нельзя даже клапанную крышку скорее скрыть нельзя будет чтобы посмотреть единственное что вы можете эндоскопом свечные колодцы залезть это уже не мало хотя бы убедиться что там нет никаких задиров никакого нагара там и так далее и скажем так европейские движки да там и японские они бывают приходят с документами и да там можно определить что двигатель снят с разбитого автомобиля с таким-то пробегом там 30 например 50 тысяч но у нас в россии зачастую продаются движки они как бы продаются ну ну не зачастую бывает такое когда двигатель продается без какой-либо гарантии да он продается вроде с документами но вы не можете отследить его историю там 30 тысяч на нем километров пробега либо 300 тысяч километров пробега в итоге вы можете купить двигатель с пробегом с огромным это по сути будет такой же двигатель как у вас там который жрет масло вот у меня есть небольшая история у друга на двигателе к 4 м оборвала привод грм и получается что поршень встретился с клапаном и клапан разбил головку блока и нам пришлось искать новую головку блока вот мы ездили по объявлениям просто проездили огромное количество меня есть видео на канале вот здесь можете посмотреть как я ездил за головкой блока в другой город говорили что головка почти новая нам 15 тысяч километров но приезжаешь нам просто ужасном и распредвалы все задранные разбиты я не знаю седла для клапанов и сами клапана там чуть ли не болтаются ну то есть такое 15 тысяч вроде нам как говорили то есть в итоге вы можете взять двигатель который походил огромное количество времени причем вам дают гарантию там не такую большую ну там скажем полгода дадут вам вы полгода ты может и проездить а что с ним дальше будет ну непонятно про номер я уже говорил то что на некоторых моторах есть отметки в птс и там номера и вам нужно это все дело перерегистрировать будет для некоторых это просто неприемлемо и зачастую мастера на сто они не дефектуют там навесное оборудование то есть им нужно быстрее 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 вам собрать мотор все это налепить поставить чтобы он завелся и дальше вы поехали то здесь подход к ремонту но он такой скоростной скажем так поэтому все-таки я считаю что капремонт двигателя он намного лучше от капитали ли движок даже иногда его модернизировали вот как сейчас на карете там поставили форсунки охлаждения поршней и все 200 250 тысяч километров он у вас проходит да вы потратите отдадите там 120 130 150 тысяч рублей но этот движок у вас проходит 200 тысяч километров если вы не думаете менять свой автомобиль ну блин 200 тысяч километров по 20000 километров в год если средний человек наезжает это 10 лет будете кататься кататься и кататься все таки я считаю что ну контрактники это такое это такое друзья это если вам денег девать некуда вы можете купить 1 2 3 там и так далее на этом все напишите свои комментарии покупали ли вы контрактные движки вы капитали ли их и что вы считаете лучшие а у меня друзья на этом все всем пока